Учиться, как и лечиться, никогда не поздно, только иногда бесполезно. Но есть бабушкины тигры, которые действительно думают, что могут бросить вызов профи бойцу и победить его, обретя вечную славу. Привет, остроумные гориллы! С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на отчаянных парней, которые решили испытать судьбу и пойти в бой против профи. А может это тайные ученики Чхарька, и нас ждет апокалипсис в мире единоборств. Как бы они отходят из этого образа, представляем, что мы медведи. Мастер Шаолинь может уничтожить любого, а любитель фильмов про кунг-фу тем более, особенно после тренировок в гараже. Прекрасным летним днем, когда лучи солнца пробивались через окно в боксерском зале Китая и грели многострадальные мешки, на которых работали боксеры, в зал зашел он, непобедимый мастер кунг-фу, неизвестного стиля и вызвал лучшего бойца на бой. Детям интересно, откуда все берется, а взрослым куда девается, особенно мозги у таких монстров. Что он вытворял, заставляло всех в зале надрывать животы от смеха. А боксерчик, после того, как отошел от смеха, первыми же ударами закончил этот Mortal Kombat. Если бы ночь не была так коротка, то сон бы казался длиннее, а если бы язык был покороче, то здоровья оставалось бы побольше. Но когда ты крутой строитель, который всю жизнь мечтал стать чемпионом, то можно всех ломать. Мужики пришли делать ремонт в новый зал борьбы, но один из них, наверное, решил, что может этот зал возглавить. Ведь долгие вечера по борьбе с пельменями и пивом не прошли даром. Теперь его масса позволяет бросать вызов лучшим грэпплерам. Тренер долго играться не стал и поломал чувака за 5 секунд, сделав такую удушающей, от которого строитель отходил дольше, чем от замеса фундамента. Но все закончилось хорошо, и тренер пообещал взять его в ученики. Ведь такие смелые ребята всегда нужны для демонстрации приемов. Соперник это негодяй, которому нужно то же, что и мне. Победа! Но лучшие бойцы всегда сидят в интернете. Именно там рождаются легенды, уничтожившие лучших бойцов и профессионально посылающие всех и всюду. Пацан в джинсах очень нехорошо отзывался о навыках мужика в черном. Поэтому тот предложил ему прийти в свой зальчик и показать, что он может. И что самое интересное, чувак реально пришел. Видать, у этих задротов совсем пропал страх после победы над Шаоканом в Мортал Комбате. Хоть боец и не профи, но и его навыков хватило, чтобы размазать монстра по канвасу, как соплю под стулом, заставив несколько раз сдаться. Но в конце оказалось, что все было не по правилам, ведь он не смог использовать заморозку и бруталити. Женщины не мыслят, они замышляют. А воин тайчи не практикует зарядку, а постигает внутреннюю силу, чтобы уничтожать всех на своем пути. Дедушка, который считал себя мастером тайчи, решил, что уже достаточно накопил силы в своих чакрах и может наконец-то доказать всем бойцам, что он лучший. Вызвав на бой кикбоксера, дед действительно показал невероятные навыки бойца. Настолько невероятные, что никто и не понял, что это за навыки. Он тупо ходил, держа руки перед собой, пока кикер отбивал ему ноги. А потом, позабыв о жалости, всадил деду хайкик, от которого все и закончилось. Ребята, занимайтесь тайчи для зарядки и не лезьте в драку. Именно такими будут последние слова деда. Человека всегда тянет к добру, особенно к чужому, а юных геймеров к славе, особенно в реале. Пацан слева, наверное, насмотревшись видосов про славу Чарли Зеленова, пришел в фитнес-центр и бросил вызов пацану, которого посчитал дрыщом еще большим, чем он сам. Да вот только он не понимал, что боксеры тоже иногда подкачиваются. Весь пятисекундный бой закончился правым прямым, после которого претендент начал всем показывать кровь из носа в полном восторге. Орел не вьет гнездо на крыше курятника, а ринг посреди тренажерки ставят. И это всегда приводит к интересным ситуациям. Ведь каждый боец хочет проверить, на что способен качок, а каждый качок думает, что завалит дрыщавого бойца. В этой истории все произошло точно так же. После порции протеинчика и разогрева на беговой дорожке, мужик решил зайти в ринг и попробовать свои силы против бойца, который только выпил БЦАшки. И тут понеслось. Боец решил не бить противника и даже не одел перчатки, но тем не менее постоянно ломал его в партере, делая болевые. Потом он решил дать качку почувствовать уверенность в себе и немного попринимать удары на себя. Но они были какие-то никакие, за что Грэплер снова перевел его в партер и сделал болевой. Начинать делать глупости нужно как можно раньше, тогда будет время их исправить. Особенно получать по шее, если ты выбрал секретный стиль секретного кунг-фу в секретной деревне. Боец Вин Чун возверовал в свою непобедимость и решил проверить навыки в спарринге против боксера. Все-таки пацан молодец и не стал сразу вызывать на реальный бой, понимая, что можно было с него и не вернуться. Но как показал спарринг, у этого киллера от Вин Чуна только просмотр фильма Ипман. И то одной первой части. С отплывшего корабля на берег не сбежишь, а если решил всю жизнь качаться, профи-боксером уже не станешь. Но это не точно, ведь охранник Мейвезера решил стать, правда начать с малого и вызвать на бой одного из проспектов зала, который в два раза меньше. Но каким бы большим не был кабан, тигр все равно его съест. Боксерчик уработал здорового бодигарда левым боковым комбинацией через корпус, в очередной раз доказав, что внешний вид это хорошо и страшно, но нужно еще и что-то уметь. Только настоящий мастер алканиндзя знает, чем отличается еда от закуски, а настоящий мастер кунг-фу не знает, чем отличается киношная драка от настоящей. Прекрасный зал Китая весенним утром принял на своем ковре двух воинов, вышедших сразиться насмерть. А все потому, что мастер кунг-фу в черной форме решил доказать, что носить шорты с голым торсом нельзя, ибо традиции требуют красивой формы, которая можно купить только у его учителя. Как бы там ни было, но замес получился знатный, и мастер кунг-фу в начале боя даже неплохо дрался. Правда, в течение минуты все стало на свои места, и было понятно, что он просто не понимает, что такое защита, а махание руками, как в кино, не спасает от летящих в голову ударов. Хоть нокаута и не было, но каждый сделал свои выводы. С деньгами и дурак становится барином, а с интернетом и беляшный боец может решить, что он профи. В зал джиу-джитсу пришел мужичок в черных одеждах, уже довольно немолодой, что он хотел кому доказать непонятно, и нахрена ему это было нужно тоже. Но этот пельмень вызвал на бой профи грэпплера, который был в два раза меньше, чем он, да еще и сказал, что будет использовать кулаки. Хотя понимал, что против него джитсер. А че, тактика отличная. Идешь к боксерам и предлагаешь бороться, а борцам боксировать, а потом всем рассказываешь, как ты уничтожил все залы в городе. Но как ни крути, а джитсер просто уничтожил мужика, заставляя сдаваться через пару секунд. Кстати, он так и не сделал ни одного удара кулаком. Пишите в комменты, какие вызовы вы бросаете сочным беляшам и чебурекам с хрустящей корочкой. Пик-ка! Все, спокойно, спокойно. Защита! Нога же держит. Раз, два. Переваривайтесь. То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Могу ребро вот так вот просто взять вот так вот и ребро вот достать у человека. Этим ребром ему хоп и глаз выколоть, да? Как бы ни отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Редактор субтитров А.Семкин